Всем привет, на связи Алексей Халецкий и это обзор игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Игровой процесс я показывал в стримах, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А также когда-то делал обзор и на первую часть, которая мне очень понравилась и я с нетерпением ждал Pillars of Eternity 2, хотя и с некоторой опаской, потому что предыдущая игра от Obsidian, Tyranny, мне показалась унылой, скучной и не очень большой. Слава богу, сразу в первых строках своего письма спешу вас успокоить, Pillars of Eternity 2 Deadfire отличная игра, я ее категорически рекомендую, хотя в ней есть несколько мелких проблем по-моему, но я в ней провел, сейчас даже гляну, больше 100 часов уже, представляете? И только сейчас делаю обзор. Вообще нам за последний год повезло с отличными ролевыми играми и Divine Divinity и Pillars of Eternity 2, они красивые, они оригинальные, они заставляют в них быть. Если меня будут, кстати, в комментариях наверняка спрашивать, какая игра лучше Divine Divinity Original Sin 2 или Pillars of Eternity 2, то мне вам нечего сказать, кроме как обе игры отличные, они разные и не хотел бы я быть на месте того, кому приходится выбирать, поиграть в то или в это. Ну, кто не в курсе, по какому поводу сабантуй, объясняю, Pillars of Eternity это продолжательница славной традиции партийных ролевых игр прошлого, типа Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Night, то есть когда вы управляете партией героев с видом от третьего лица в изометрическом виде, опять же меня поправляли к игре Original Sin 2, что, мол, там не изометрический вид, ведь камеру можно двигать. Вот Pillars of Eternity 2 конкретно изометрический вид, потому что тут двумерные задники, они нарисованы и поэтому камеру вы никак не подвигаете, то есть так вот как бы сверху и под углом смотрите на все происходящее. И если поначалу кажется, что вряд ли обсидианы придумают что-то новое, то тут они меня смогли удивить, хотя при этом использовали немного запрещенный прием, потому что хоть игра и называется Pillars of Eternity 2, по-моему, правильнее было бы ее выпускать отдельной игрой про жизнь какого-нибудь пирата, потому что это действительно получилось офигенно красивой и захватывающей игрой про покорение морских просторов. И основной сюжет, который продолжает историю первых столпов вечности, так переводится Pillars of Eternity, он по мне здесь выглядит несколько чужеродным, просто потому что мне было интересно находиться в этой игре, но как только она возвращалась к основному сюжету, меня пробивала на зевоту. И мне хотелось просто побыстрее, чтобы это все закончилось, потому что здесь опять эти пафосные боги что-то там решают, мы орудия в руках богов, в общем, причем без нас они ничего сделать не могут, мы помогаем богам, но как только вот эта вся пафосная тягомотина заканчивается, и мы возвращаемся на грешную землю, начинаем выполнять там задания пиратов, торговых компаний, правителей островов, то игра сразу становится яркой, захватывающей, и, повторюсь, в ней действительно интересно находиться. В первую очередь за это можно благодарить атмосферу. Эта смесь Карибских островов, Полинезийских островов и венецианского какого-то великолепия очень оказалась интересным, и хоть я вообще не любитель никаких игр про пиратов, там, пиратской тематики, вот этой вот всей водно-островной романтики, мне было интересно, мне было интересно на корабле рассекать вот по закрытой карте, и, кстати, давно я не испытывал этого духа открытия новых мест, вот что там в тумане войны, что мы там увидим, какие нас приключения встретят. В этом плане Пилос оф Этюнити 2, конечно, офигительно, и Дэдфайр, кстати, под заголовок игры, это название вот этого всего архипелага, потому что в ролевых фэнтези-играх вот этот средневековый сеттинг несколько поднадоел, и вот такая яркая морская тематика выглядит очень свежо и интересно. А раз я упомянул Тирании, то отмечу, что оттуда перешла замечательная система подсказок в диалогах, когда вы можете навести мышкой на непонятный вам какой-то термин или имя персонажа, и вам сразу внутренняя энциклопедия игры все расскажет и подскажет. Вот это сейчас стало настолько удобно и помогает лучше понимать мир, что диву даешься, почему до этого не додумались намного-намного раньше. Как всегда, у обсидианов ролевая система глубокая, здесь учитывается очень много параметров, ваши ответы в диалогах влияют на будущие варианты, несколько фракций, стороны которых вы можете выбирать, если я ничего не путаю, их четыре. К сожалению, как обычно бывает у обсидианов, в конце игры вот эта разносторонность немного сливается, потому что, ну, не хотелось бы, чтобы выбор был такой однозначный, вот кто-то один и все. Но, к сожалению, иначе никак, я об этом уже сетовал и в обзоре на четвертый Fallout, и на многие другие ролевые игры, видимо, пока разработчики не могут придумать что-то более оригинальное. И сразу еще один минус отмечу, я в Пиларсетионате 2 запутался немного в именах и названиях персонажей всяких фракций, потому что они звучат очень похоже. Ротануи и Уауи, Королевская торговая компания и Валианская торговая компания, причем Королевская торговая компания никакого отношения к правящему дому на этих островах не имеет. И я довольно долго въезжал в систему взаимоотношений, именно потому что названия между собой похожи. Вообще, Пиларсов Этонити 2 типичный такой сиквел, в котором доводят до ума то, что было не очень в оригинальной игре. Бои, наконец-то, стали и зрелищными, и сбалансированными, и относительно сложными. Причем я играл на классической сложности, я себе не увеличивал сложность никак, и только к самому-к самому концу игры мне действительно стало просто. Причем в настройках вы еще можете поставить и автолевелинг, то есть чтобы у вас ваши соперники повышались в уровнях вместе с вашими персонажами. Причем и эта настройка очень гибкая. Я, например, для себя поставил, чтобы повышались в уровнях только те соперники, которые попадаются мне по сюжетной линии. Потому что мне все-таки нравится приплыть на какой-нибудь остров, а там настолько сильные для меня монстры, что я их не могу победить. Или наоборот, с течением времени и повышения в уровнях я приплываю, и одной левой всех раскидываю, я ощущаю вот эту мощь своей партии. Кстати, на игру деньги собирались на Кикстартере, и это пример того, как правильно разработчики поставили цели и выполнили их с помощью сбора денег. На странице игры висела таблица, в которой было написано. Собираем миллион сто тысяч, игра будет выпущена на английском, французском, немец. Миллион четыреста появляются под классы у персонажей. Миллион шестьсот, предел уровня повышается до восемнадцатого, плюс появляется российская локализация. Миллион восемьсот, новые классы монахов и польской локализации, и так далее, и так далее, и так далее. Было расписано все до пяти миллионов. Собрали четыре миллиона пятьсот. Вот на этом уровне появлялась команда корабля. А из того, что не удалось достичь четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч охоты на морских монстров и рыбалкой, и пять миллионов, появлялся восьмой компаньон. Но и то, что сделали, то, что обещали полностью воплощено в игре, разработчики абсолютно никого не обманули. То есть план, который они написали изначально, выполнен. Они правильно рассчитали свои силы, правильно рассчитали, сколько им потребуется средств, их собрали, сделали игру, в которую еще к тому же и интересно играть. Кстати, к моменту моего вот этого обзора они еще и несколько дополнений выпустили. Несколько бесплатных, типа новых причесок, бород. Если бы они были фераксистом, они бы и за это тоже деньги взяли. Но так как это обсидианы, то такие дополнения они выпускают бесплатно. А также вот недавно вышло платное дополнение «Зимнее чудовище», в котором дополнительные квесты новые. Большое такое еще дополнительное приключение. Есть несколько в этом обзоре, я вставляю несколько видео из этого дополнения. Так что игра продолжает, продолжает развиваться. Прежде чем к еще нескольким минусам перейти, все-таки отмечу пару нововведений. Например, во многих испытаниях учитываются характеристики всей команды. Как раньше было в подобных ролевых играх. Ваш персонаж, например, открывает замок, взламывает его, значит только его уровень взлома учитывай. Здесь сделано интереснее. Вам не хватает уровня взлома, учитывается еще уровень взлома ваших напарников. Вы можете еще добрать недостающий уровень количеством отмычек, и таким образом все-таки замок взломать. Или не взломать. Такое тоже может быть. То же самое касается и проверок в общении с другими персонажами, и в текстовых квестах. Вот здесь, кстати, перейду к минусу. Морские сражения выполнены в виде текстового квеста. Я понимаю, почему так сделали разработчики. Они, кстати, никого не обманывали. Они так и предупреждали на Кикстартере, что сражения будут в таком виде созданы. Но все-таки хочется, знаете, чего-то такого реального в духе Sid Meier's Pirates, чтобы реально в реал-тайме происходили битвы кораблей, пушки звучали. Но здесь, к сожалению, текстовые столкновения, и они, конечно, начинают через некоторое время раздражать. И это, пожалуй, самая скучная часть игры. Я вам рекомендую лучше всего сразу пытаться идти на абордаж, чтобы закончить взятие корабля реальной битвой на палубе. У вас загрузится карта с кораблем, и вы там своими персонажами сможете корабль взять на абордаж. Я видел, что были претензии к графике, но вы графику сейчас на своем экране видите, сами можете все оценить. И для примера, Pillars of Eternity 2 сделана на движке Unity. Вот предыдущий обзор я делал на BattleTech. Эта игра была тоже сделана в Unity. И вот сравните две игры, насколько они выглядят по-разному, насколько ярко и сочная Pillars of Eternity 2, и насколько плохо нарисовано все в BattleTech. Да, в высоких разрешениях, каких-нибудь 4К, а грехи движка начинают вылезать, и графика уже не кажется такой качественной, как в том же Divine Divinity Original Sin. Но для бюджетной инди-игры, какой является Pillars of Eternity 2, которая собирала деньги на Kickstarter, ее внешний вид очень хорош. С другой стороны, оптимизация игры оставляет желать лучшего. Даже сейчас, уже через несколько месяцев после выхода, уровни грузятся долго, даже несмотря на то, что игра у меня установлена на SSD. Более того, такое ощущение, что они не кэшируются никак, не сохраняются в памяти. Если вы, например, с уровня заходите в дом, я понимаю, что дом подгружается первый раз, но потом вы возвращаетесь на уровень, и такое ощущение, что уровень опять грузится. То есть эти подгрузки, они довольно долгие. Чего не было ни в первых Pillars of Eternity, ни в Tyranny. И это тоже слегка раздражает. Наверное, еще стоит к минусам отнести короткий основной сюжет, но, честно говоря, я бы вам вообще не советовал на него особое внимание обращать, потому что тогда Pillars of Eternity превращается в лихое морское приключение. Конечно, вы там не постоянно будете плавать на корабле, потому что есть и огромный город столичный, Нититака и несколько других поселений. Но в целом я вот воспринимаю Pillars of Eternity 2 как морскую ролевую игру, а не как продолжение Pillars of Eternity 1. Еще, конечно, жаль, что не так много компаньонов вы встретите в своем приключении. Сразу вспоминается Baldur's Gate, где их было два десятка. Pillars of Eternity 2 нам предлагает всего лишь семерых, но этого достаточно. Правда, я читал претензии игроков, мол, компаньонов не только мало, но они и не особо раскрыты, то есть у них нету собственной харизмы. Видимо, эти ребята не играли в Tides of Numenera, вот где действительно скучные компаньоны без всякой интересной истории. В Pillars of Eternity 2 же и квесты у них свои есть, и характеры, и они постоянно реагируют на ваши действия в игре, на то, как вы отвечаете, как вы себя ведете, то есть вы себе подберете в итоге тех компаньонов, которые соответствуют вашему стилю игры. И это действительно интересно, это захватывает. В общем, несомненно, Pillars of Eternity 2 я рекомендую. Это отличная ролевая игра, отличный мир, в который хочется погружаться, который хочется исследовать. Так что, если вы еще нет, милости прошу. Ну, а на этом все. Вы слышали Алексея Халецкого. Ваше мнение традиционно хочу прочитать в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok